Музыка Призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, соответственно, Богдан Бондаренко и Максим Крепак получили звание почетный гражданин Харьковской области. Также областной совет принял решение выделить почти 2 миллиона гривен на поощрение Харьковских героев спортивного года в списке 51 спортсмен и 38 тренеров. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главное событие харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе тяжелая атлетика, блестящее выступление харьковчан на юниорском и молодежном чемпионате Европы, водное поло, противостояние Харькова и Львова в суперкубке и юниорском первенстве, Смешанное единоборство, уникальная матчевая встреча, Харьковская область против остальной Украины, женский хоккей, Харьков осваивает новый вид спорта, армрестлинг, харьковчане в 16 раз подряд выиграли национальный кубок, другие события недели с участием харьковских спортсменов. Харьковские пауэрлифтеры трижды поднимались на высшую ступень пьедестала юниорского зачета на чемпионате страны среди спортивных школ в Коломее Ивано-Франковской области. Максим Самойлов из КДЮ и ШАХЭТЗ, который выступает в среднем весе, в сумме трех движений собрал победные 675 килограммов. Василиса Онищенко и Денис Тупахин также стали абсолютными чемпионами в своих весовых категориях. В израильском Эйлате завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике в юниорской и молодежной возрастных категориях. Среди юниорок в весе до 75 килограммов катком по соперницам прошлась чемпионка взрослой Европы и участница Олимпиады в Рио харьковчанка Ирина Деха. Она начинала подходы, когда остальные соперницы уже заканчивали, и начинала с гроссмейстерских весов, да еще и сработала в обоих движениях на все попытки. Сумма 260 – это, говоря боксерским языком, нокаут. Ближайшие преследовательницы набрали на 42 килограмма меньше. Конкурент, так я знал, что так будет, но я не то, что на первом, я на результат ишла. Мне надо было результат свой поднять. Ну, а зачем я тогда тренировалась? Ну, как бы, поднимала в зале, надо же где-то реализовывать эти килограммы. Все уже заканчивали, а ты только начинала подходить, психологически что-то дает, плюс-минус какой-то? Ну, как бы, на Украинах такое часто встречается, так что для меня это как бы привычная более обстановка. Если все чемпионаты мира Европы в этом году были в борьбе, то на Украинах такая обстановка зачастую бывает. В весовой категории до 85-ти молодежного турнира Харьковскую область представлял некогда чемпион юношеского мира и участник взрослой Европы этого года Игорь Конотоп. То, что он один из лидеров, показали три чистые попытки в рывке, в луче из которых Игорь зафиксировал 160 кило, соперник на два больше. Но неудача во второй попытке толкания позволила конкуренту выиграть во втором движении еще килограмм, а Конотоп остался вторым с двумя малыми серебряными медалями. У него еще попытки были, получается, на опережение были. Если бы он подход не вырвал, то я был бы за ним, ну первым, получается, как бы так. Пытались его загнать на два килограмма в рывке, поднимал легко и так. Получается, он тебя на два килограмма загнал, да? Ну да, да, да. Я его загоняю и он опережает. Младшая сестра Игоря, Камила Конотоп, выступала в юниорском, весит до 53-х. Ей было тяжело. Она на пять лет младше верхней возрастной планки турнира. Срезалась она оба раза в третьих попытках, но и суммы 74 плюс 92 хватило для двух малых бронз. А вот большая определялась только по личному весу между Камилой и норвежкой Ребеккой Якобсен. Харьковчанка легче, значит, у нее преимущество и бронзовая награда. Были перезаказы постоянно. У меня немножко не получилось из-за нее третьих. Если бы попытки на всех сработали, как ты думаешь, могла бы быть ваша? Была бы вторая. А было такое же? Да. В категории до 94-х кило выступал еще один харьковчанин Николай Власенко. Он занял шестое место, но очки в копилку сборной положил. Вообще выступление Украины в Израиле оказалось триумфальным. Женская молодежка стала второй у мужской и женской юниорских команд. По шесть золотых наград, а всего 10 и 14 соответственно. Это первые места по сборным. А по таблице Синклера Деха стала лучшей юниоркой чемпионата. Подними она такой вес на Олимпиаде, была бы в призах. Кстати, на этом чемпионате в сборной Украины была впервые представлена полным составом – 29 атлетов. Если брать все международные соревнования этого года, юниоров и юниорок, юниорки, они были третьими на чемпионате мира в Тбилиси командой. Кадеты девчонки выиграли чемпионат Европы, юноши выиграли чемпионат Европы. Это закономерно. Довольно-таки сильная команда есть, с кем работать, есть будущее. Харьковских сборников готовили к чемпионату Европы заслуженные тренеры Украины Валерий Никулин и Евгений Шилов. Кстати, по результатам года Харьковская область стала лучшей в Украине, набрав почти 20 тысяч очков. Это вдвое больше ставшей второй Донецкой области. В 11-м туре футзальной экстралиги Харьковский локомотив в Черноморской Одесской области играл против местного юни Ломана. До перерыва за гостей отличились Николай Белоцерковец и Сергей Малышко. После возобновления игры Александр Сорокин и Артем Рось забили по голу, а Евгений Серый оформил дубль, что помогло локомотиву выиграть со счетом 6-1. В таблице харьковчане остались вторыми с 10-очковым отставанием от столичного хита. В Киеве впервые играли мужской суперкубок Украины по водному полу. Матч получился таким же валидольным, как и харьковский финал чемпионата между слобожанцем и львовским «Динамо». Харьковчане начали безапелляционно. Голы Артура Однолеткова, Никиты Апостола и Владислава Орлова сделали приличный отрыв в счете. К большому перерыву «синие» смогли лишь сократить его до двух мячей, было 5-3 в пользу Харькова. А вот после возобновления игры подопечные Алексея Шведова сравняли счет после точных бросков Максима Радкова, Александра Дядюры и Романа Грещука. Две шестерки на табло продержались до конца основного времени. И вновь победителя определяла серия пенальти. В ней второй удар Грещука отразил Виталий Петров, но позже Орлов не выполнил бросок и первая серия завершилась в ничью. В дополнительной вновь победу «Динамовцам» принес их голкипер Денис Волончук, который отбил удар Кирилла Новолокова. «Динамо» выиграла первый в истории суперкубок Украины. В бассейне НТУ ХПИ завершился финальный тур юниорского чемпионата Украины по водному полу. После двух туров Львовское училище физической культуры опережало первую сборную Харьковской области на три очка. Убрать это отставание хозяева воды могли в очной встрече. Из-за дисквалификации на скамейке харьковчан не было главного тренера, а ведущие игроки Денис Гурцкая и Михаил Черпак играли после болезни. Но это не умаляет достоинств в игре львовской команды. Она вела по ходу игры 5-0 и лишь четвертый период остался за Харьковской областью, которая в итоге уступила 2-6. Львовяне отстояли титул чемпионов страны среди юниоров. Мы знали, чтобы удержать первое место, нам нужно не прогреть много мячей, чтобы сыграть в мячей. Но ребята налаштовались на игру и все, что игру выиграли. До того Харьков начал с упорного поединка против Мариуполя, в котором исход решился только в заключительные 8 минут. Ведя в три мяча, харьковчане позволили соперникам сократить отставание до минимума, но не более. Команду Днепра, второй, Харьков и школу Клочковой команда Сергея Колточихина переиграла уверенно и, набрав 24 очка, стала серебрятым призером. Я не скажу, что Львов не болел. У них тоже многие переболели. Но вот мне показалось, что все-таки ведущую роль у них играли игроки, которые перед этим не были задействованы. Это 99-й год рождения Львовского училища. У нас такой возможности не было. Наше второе место имеет под собой какую-то причину. С 15 пунктами в активе Мариуполь занял третье место, Днепр четвертый. Вторая Харьковская область, составленная из игроков первого училища физической культуры и школы Клочковой, запкнули шестерку финалистов чемпионата. Две сотни юных пловцов собрались в аквапарке джунглей, чтобы посоревноваться в рамках открытого чемпионата Харькова среди студентов и первенства школьников. Дистанции 25, 50 и 100 метров спортсмены преодолевали всеми способами спортивного плавания. Для участников это соревнование за призы и подарки, для взрослых – выполнение задач более высокого масштаба. Мне кажется, это одно из самых главных заданий нашего государства – иметь здоровое поколение. В здоровом деделе всегда здоровый дух. Поэтому я считаю, что это одни из главных соревнований сегодня у нас в Харьковской области. И главное, что аквапарк и наше представительство заботятся о здоровье наших детей. Это не первые соревнования в аквапарке джунглей, которые имеют чисто спортивную направленность. Важно, что турниры проводятся для всех возрастных категорий. Не имея цели в виде золотой награды, пловцу, особенно маленькому, тяжело настраивать себя на тренировки. А если вспомнить, что в Харькове большая проблема именно с водными базами, то использование такой арены позволяет решить многие вопросы тренерам и пловцам. Соревнования проводятся на очень высоком уровне. Представлено очень много вузов города Харькова. Спасибо организаторам, потому что чем больше вузов, тем интереснее, больше конкуренции, интереснее плавать. Наградил победителей и призеров заслуженный тренер Украины президент Федерации плавания Харькова Евгений Медведев. Всем участникам организаторы сделали дополнительный подарок – бесплатное катание на горках и аттракционах аквапарка джунгли. В Харькове состоялся чемпионат Украины по панкратиону. В титульном разделе харьковчане выиграли две медали – Владимир Катыхин – золотую, Баграт Адамия – серебряную. В разделе «Грепплинг» коллекция у Харьковской области обширнее – три первых и три третьих места и командная бронза. В номинации «Грепплинг-Джи» хозяева командой стали вторыми, имея в составе шестерых победителей весовых категорий. В Харькове впервые состоялась матчевая встреча по смешанным единоборствам ММА в любопытном формате. Сборная клуба в Харьковской области против представителей украинских клубов – два раунда по три минуты. Получилось настоящее спортивное шоу с прямой телевизионной трансляцией. Хозяева могут себе позволить организацию такого мероприятия. Половина наград чемпионата Европы на счету харьковчан, а самой командой руководил харьковский специалист Антон Бланк. Добывали их лучшие бойцы, но за ними обойма интересных исполнителей, которым нужно выступать и которых нужно показывать. Не будет первых номеров ни с нашей стороны, ни со стороны сборной Украины. Мы как раз дали возможность засветиться молодым и перспективным ребятам, которые очень зрелищные, и они все либо чемпионы молодежных турниров, либо призеры чемпионов Украины по взрослым и Кубков Украины. Все ребята очень интересные, но мы как раз даем им таким образом шанс. Все 10 пар подбирались так, чтобы соперники были равными и с одинаковым техническим оснащением. Ярким примером стала схватка в весовой категории до 77 килограммов, в которой полтовчанину Максиму Камузу противостоял Евгений Колоссарь из Харьков ТОП-ТИМ. Оба соперника продемонстрировали, что прекрасно борются в партере. Внизу они разбивали друг друга попеременно. И в концовке второго раунда Колоссарь был в шаге от остановки боя, но отдышался, вернулся в выгодное положение и довел поединок до победы. Переводить был план на бой, переводить в партере, работать, контролировать. За счет того, что давление было, много людей пришло поддержать, как бы не было другого варианта, кроме того, как выигрывать бой. Быстротечным, хотя не менее зрелищным, получился поединок весовой категории до 66 кило, в котором львовянину Андрею Кравченко оппонировал харьковчанин Анатолий Егиазарян. Он только отвыступался на чемпионате страны по панкратиону, а о поединке узнал за два часа до начала. Нужна была срочная замена. Поединок он быстро перевел в партер, попробовал несколько болевых приемов и остановился на удушающем. Соперник сдался. Был план на бой. Мы с тренером поставили план закончить в первом раунде, не тратить силы, так как соперник-рукопашник мог бы нанести проблем в стойке. Мы перевели в партер и закончили. Кроме того, победителями со стороны Харьковской области стали Станислав Зинченко, Виктор Костенко, Баграт Адамия и Владислав Хорошевский. А поединок между Николаевцем, Мерсонаном Агаларовым и хозяином ринга Павлом Сенченко не выявил победителя даже с помощью дополнительного раунда. И судьи объявили ничью. А по общему счету матчевой встречи с большим преимуществом победила Харьковская область. У нас расширяется линейка мероприятий. Добавляется четыре новых мероприятия. Это Кубок Захит, Кубок Схит, Кубок Центр, Кубок Пивдень. В Харькове вы не только увидите, а будете постоянно следить за всеми мероприятиями, за бойцами. Будут постоянно проходить матчевые встречи, семинары. И, естественно, какое-то большое мероприятие, уже задумки есть по нему, пройдет и в Харькове. Ближайшее мероприятие, на котором выступят харьковские бойцы, это профессиональный турнир Олега Корнеева в Черновцах. В шестом туре мужской волейбольной суперлиги Харьковский локомотив принимал черниговский буревестник и очков сопернику не отдал. В первый день подопечные Анатолия Янущика выиграли 3-0, во второй 3-1. Юрокадемия на выезде дважды проиграла лидеру таблицы Львовскому баркому 1-3 и 0-3. Юрокадемия на выезде также дважды проиграла лидеру таблицы Львовскому баркому 1-3 и 0-3. Локомотив отстает от него на два пункта и идет вторым. Юристы занимают предпоследнее седьмое место. В мужской баскетбольной суперлиге Харьковский политехник провел два подряд домашних поединка. Против Николаева харьковчане ввели в счете всю первую половину игры и даже в концовке еще были впереди за три минуты до сирены. Антон Рочняк сделал дабл 20 плюс 10 и еще 16 раз подобрал Джаред Столикер. Переломным стал вот этот трехочковый капитана гостей Алексей Ануфриева, после чего счет на табло стал плюс 4 в пользу Николаева и отыграть это за полторы минуты не получилось – 72-78. В игре с Кривбасом было почти так, да не так. В первой четверти политехники 9 выиграли, во второй столько же проиграли. Провальными для хозяев стали третьи 10 минут, в течение которых они играли не ахти и главного тренера потеряли. Александр Раевский удалил Валентина Кулебабу за лишние эмоции. К хорошему это, понятно, не привело – поражение 77-88. У нас ротация незначительная и те силы, которые мы отдали в первой половине, чтобы удержать счет и навязать свою игру, этого не хватило в третьей четверти. С единственной победой в активе политехник замыкает таблицу Суперлиги. А в женской Суперлиге клуб ХАИ принимал киевское «Динамо-НПУ». В первой половине была битва – опыт гостей против дальних бросков хозяек. В этом деле, как всегда, усердствовала разыгрывающая харьковчанок Алина Лах. В первой четверти они пять проиграли, но на большой перерыв команды ушли при равном счете – по 30. Затем столичные баскетболистки встали в зону, что позволило им успешно отзащищаться и убежать в счете на 14 пунктов. В равной концовке команда ХАИ, ведомая своим самым результативным игроком Натальей Покровенко, разницу удержала, но проиграла 54-68. У нас сегодня было больше ошибок в защите, чем у нашего соперника. Хорошая, опытная команда, они взрослые и не допускали тех детских ошибок, которые допускали мы. К сожалению. О качестве игры харьковчанок говорит тот факт, что по итогам тура сразу два ее игрока попали в символическую сборную. Это Покровенко и Светлана Родионова. От «Динамо» в этой пятерке Алла Галецкая, которая забила двадцатку. Харьков открыл для себя женский хоккей. В первом историческом чемпионате страны по этому, кстати, олимпийскому виду спорта участвуют харьковские пантеры. Заручившись поддержкой женского комитета Федерации хоккея Украины, а также президента клуба «Витязь» Валерия Середенко, инициативная группа стала собирать команду. Процесс пошел достаточно легко. Начиналось где-то с того, что сначала было человек восемь у нас в коллективе, потом пятнадцать, двадцать, на сегодняшний момент уже тридцать четыре человека у нас в команде. Ну, что могу сказать, с июля месяца уже такой достаточно большой коллектив, я думаю, это результат. Ну, наверное, это что-то новенькое, что-то необычное. Во-первых, это такой момент, в который ты попадаешь в историю Украины. Под руководством главного тренера Андрея Землянского пантеры уже отыграли первый тур чемпионата, который проходил в Киеве. В чемпионате пять команд королевы Днепра первый тур пропустили. Харьковчанки выиграли 4-1 у другой днепровской команды «Белок» и разгромили Кременчугскую лавину со счетом 17-0. Уступили только хозяйкам из столичной «Украиночки». Харьковский состав – это сплав опыта и молодости. К первому относятся Инна и Елена Ванцович, Надежда Макаренко и Татьяна Слащева. Ко второму – пока лучший бомбардир чемпионата Диана Ковтун. Известные выступлениями за женские футбольные команды «Жилстрой-2» и «Один». Но к цели они идут вместе, потому что хоккеи любят одинаково. После тренировки, после игры ты выходишь, у тебя эмоции зашкаливают, у тебя куча позитива, у тебя хорошее настроение. В команде у нас очень дружная команда. У нас на самом деле команда, которая один за всех и все за одного. И я думаю, что у нас нет никакой конкуренции в команде между другом. У нас есть только радость за свою команду, за каждого человека, который в ней. Несмотря на имеющуюся поддержку, девушки приглашают к сотрудничеству новых партнеров и продолжают набор в команду. Ближайший тур женского хоккейного чемпионата Украины состоится в эти выходные. Анастасия Шевченко стала победительницей студенческого чемпионата мира по борьбе с самбо. В финале веса до 60 килограммов она поборола россиянку Гульфию Мухтарову. Мужской полутяжелый вес выиграл Дмитрий Стыценко. Он победил в главном поединке грузина и меду Гагаладзе. Серебро чемпионата у супертяжеловеса Владислава Березки, бронзовые медали из кипрской Никосии везут в Харьковскую область Артур Саркисян, Артем Гуляев и Дмитрий Евдошенко. На Кубке Украины по армрестлингу в 16 раз подряд харьковчане стали первой командой турнира. Золотые дубли на обеих руках в своих весовых категориях сделали Максим Марченко, Дмитрий Бескаравайный и Денис Гурьев. Владислав Шенкарух положил в копилку сборной Харьковской области одно золото. Братья Вячеслав и Владислав Жигили и, соответственно, в номинациях до 75 и 80 кило семейным подрядом добыли золотые награды в борьбе на левой руке, а на правой стали серебряными призерами. Не на все 100%, но больше, чем я ожидал. На левую руку я выиграл, то, что я ожидал, я сюда шел целенаправленно за золотом, потому что понимал свои силы. А по поводу правой руки я долго думал, на нее не выступать, потому что травма была. Ну, все-таки заявился, ну и в принципе удачно серебро на правой руке уже взял, и я доволен тем результатом, что в такой, какой я форме на данный момент, это очень даже хороший результат. На левой довольно-таки легко, то есть один там парень немножко подцепил меня, а на правой тяжело, у меня всегда хуже, как я уже повторюсь, поэтому... Есть желание потянуть правую? Есть, но как бы свои особенности, то есть антропометрия, руки, правая хуже выступает. В женском турнире самым заметным стало выступление заслуженного мастера спорта Виктории Илюшиной. Чтобы обострить соревновательные ощущения, подопечная Владимира Петренко выступала в весовой категории на 10 килограммов больше ее веса. Но и в таком формате легко добралась до финала. А вот в нем на левой руке Илюшина и полтовчанка Марина Шулика установили национальный рекорд по времени поединка. Девушки боролись около 10 минут в финале и чуть меньше в суперфинале. Оба раза сильнее оказалась Шулика. Зато в соревнованиях на правой руке Илюшина победила, повторюсь, даже в более высокой весовой категории. В спорткомплексе «Зирка» состоялся 11-й всеукраинский турнир по гиревому спорту памяти Ивана Кожедуба. Харьковские гиревики по-прежнему удерживают лидирующие позиции в Украине, хотя в последнее время ощущают сильную конкуренцию со стороны Полтавской и Запорожской областей. Впрочем, конкуренция всегда ведет к повышению результатов. В мужском турнире шесть первых мест из восьми заняли харьковчане. Это Владислав Кошель, Виталий Денисенко, Максим Титарчук и Ростислав Фидей. Средневес Виталий Атыська в острой борьбе проиграл первое место Сергею Кожушка из Депра только по собственному весу. Тяжелую категорию выиграл Евгений Тушкевич из Донецкой области. Выступал представитель Харьковской области тоже и на чемпионате мира Лебеденец Виталий занял второе место по длинному циклу. Но конкуренция в гиревом спорте сейчас очень большая, потому что гиревой спорт завоевал Европу и Соединенные Штаты Америки. И Израиль, на последнем чемпионате мира была команда Израиля, Австралии. В общем, мы думаем, что гиревой спорт никогда не погаснет и никогда не умрет. Харьковские девушки до первых мест не добрались. В тяжелой категории Анастасия Анацкая выиграла серебряную медаль, в легком Наталья Тиханская – бронзовую. Спонсор по указу – Инвеститина, группа D.A.D. В Харькове завершился чемпионат страны по современному пятиборью. Хозяева добыли 4 золота в командном «Двоеборье». Девушки выиграли 3 возрастные категории, юноши победили среди тех, кто не старше 10 лет. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится.